Уважаемые коллеги, проблема разработки геоконтектора по определению это защищающие от старения. Существует очень много авторских определений этого термин, а в данном случае я взяла определение российского геронтолога Алексея Москалева. Геоконтектора это препараты или терапевтические методы, направленные на предотвращение, замедление или обращение в процессе старения модельных организмов или человека, для обеспечения возможности увеличения продолжительности жизни, в особенности продолжительности здоровой жизни. Проблема разработки геоконтектора очень давняя, однако в последнее время в ней наметились некие новые тенденции, на которые хотелось бы остановиться. Первая из чисто научной проблемы, она превратилась в социальное экономическое. Связано это с общемировым демократическим трендом по старению населения, под которым подразумевают устойчивый процесс нарастания относительно численности пожилых людей в общей популяции. Соответственно происходит сокращение доли трудоспособного населения, что вынуждает повышать пенсионный возраст. Для таких стран, как Украина, с низкой средней продолжительностью жизни, проблема ее увеличения особенно актуальна. Наряду с постарением человеческой конкуляции, отмечается наложение возрастной патологии. С 40-50 лет начинается экспоненциальная воззаболеваемость и смертность, от сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета, второго типа онкозаболеваний. Омоложение этих болезней способствует неблагоприятным условиям экологические, нарушение питания, низкая физическая активность, высокий уровень стресса. Поэтому вторым новым влиянием в проблеме разработки геропротектора стало то, что на передний план выступила необходимость увеличения продолжительности здоровой жизни, жизни без болезней и инвалидности. Далее, в связи с необходимостью максимально ускорить внедрение результатов геронтологических исследований в практику, особый интерес ставит привлекать геропротекторные свойства различных медицинских препаратов, исходно созданных для лечения определенных видов патологии, имеющих разработанные дозы системы приема, хорошо изученные побочные эффекты. На слайде представлены более 50 таких препаратов. В частности, в Соединенных Штатах Америки уже стартовали два крупных проекта по клиническому испытанию антидиабетического препарата миформина в качестве геропротектора. Еще одним трендом стали попытки вместо поиска новых потенциальных геропротекторов создавать комбинации из уже известных. Поскольку старение является многофакторным процессом, привлекающим целый ряд механизмов генетических систем, то эффективное средство от старения должно быть комплексным и воздействовать одновременно на различные мишени. Самыми популярными на сегодняшний день составляющими геропротекторами являются иммунодрепрестантропонуцин и метформия. Также предлагают дополнять этим гигиторами ангетензин превращающего фермента статейно-служащими уровень холестерина бета-блокатами. Несмотря на, казалось бы, убедительность такого подхода, экспериментальных работ на тему создания таких комбинаций опубликованы лишь единицы. В частности, в экспериментах на дрозофилах получил положительный эффект от комбинаций уже упомянутого рапомедицина с антигридковым препаратом, ингибитором фосфатидит-ридинас, вот манином, а также с ингибитором транскрипционного фактора НФК-побета. Однако синагично сработали эти комбинации только у слабых луки, главным образом в отношении максимальной продолжительности жизни. В этом исследовании изучали влияние метформина и рапомедицина и их комбинации на продолжительность жизни мышей. Метформина увеличивала ее только у самцов, рапомедицинам животных, обоих уколов, более выраженного самым. А вот комбинация метформина с рапомедицином и у самцов и у самым самым дала прирост средней продолжительности жизни 23%, что практически равно от арифметической суммы двух эффектов, исследовательствует опозитивно действие этих препаратов. А вот комбинация метформина с аспирином может быть неэффективной. Во всяком случае, в этом эксперименте, проведенном на свачках, каждый из этих препаратов давал в отдельности больше их период продолжительности жизни, чем их комбинация. И, наконец, самое успешное, опубликованное на эту тему исследование, недавнее, комбинация из антипутеркулезного антибиотика гликломбицина, рапомедицина и алландарина оказала синагичное действие, увеличив продолжительность жизни гуматод почти вдвое. Авторы отмечают, что такого эффекта до сих пор не удавалось объяснить с помощью ни одного из известных спец. Кстати, эта же комбинация показала очень хороший результат и угрозасил. И, наконец, последняя тенденция в проблеме разработки геропротекторов, о которой хотелось бы сказать. Это попытка минимизировать длительность их приема за счет применения в оптимальном возрастном периоде. Это работает. Думаю, что курс приема можно сократить при ущербе для конечного результата. Препарат лития, применяемый в психиатрии для лечения и маниакальных состояний, при добавлении в питательную продукцию герософил в малых концентрациях на протяжении всей жизни, увеличивая продолжительность жизни. Однако аналогичный эффект получается при применении лития только во второй половине жизни, либо при еще более кратковременном его применении в очень молодом возрасте. В этом исследовании показано, что для некогда препаратов длительный прием может быть временем, в отличие от куркумина. Так, куркумин увеличивает продолжительность жизни, если применяется в герософил в молодом возрасте. Эффект его сохраняется, хотя и слабее в среднем, практически не выражен в старости. Но самый плохой результат получается, если употреблять куркумин на протяжении всей жизни. А вот ингибитор гистоном для ацетилат бетероснатрия также сокращает продолжительность жизни дрозофил, если принимается всю жизнь. Но в отличие от куркумина, свое отрицательное влияние, он оказывает главный образ в молодом возрасте, а вот в среднем и старом, наоборот, увеличивает продолжительность жизни. Ну и такой препарат, как экстракт клюквы, полезен в любом возрасте и увеличивает продолжительность жизни дрозофил при применении в любом периоде. Ранее под руководством Владимира Вениаминовича Кройкиса мы провели серии экспериментов, которые показали возможность пролонгирования здоровой старости путем активации системы награды. Очень старые крысы на протяжении нескольких месяцев стимулировали электрические нитры с самим положительным мальцогенную зону латерального гипоталамуса. Такая стимуляция улучшала нажимаемость и увеличивала остаточные продолжительности на жизни животных. Кроме того, она улучшала целый ряд жизненно важных функций, лакомонзию, память, гормональный статус, состояние антиоксидантной защиты. В развитии этих экспериментов мы применили вместо электрического раздражения. Кромагогическую стимуляцию зонной награды при помощи органиста пиодных рецепторов морфина в результате было получено увеличение остаточной продолжительности жизни в старых мишей. В дальнейшем мы с тем же результатом заменили макфин в алктрекционном, опиоидом локатором, который в малых дозах стимулирует секрецию антиоксидантных опиоидов и идет к сенсибилизации пиодной системы за счет обрегуляции пиодных рецепторов. Аналогичные результаты были получены нами в опытах на плодовых мушках дозафилок. Было отмечено увеличение продолжительности жизни в результате применения морфина и дозапрессона, причем как на протяжении всей жизни, так и при применении только в старом возрасте. Также было показано положительное влияние малых дозапрессона на функциональное состояние дозафил, в частности, улучшение моторики, устойчивости к голоданию и токсическому действию порог и сфера. Таким образом, путем активации системы награды нам удалось получить продление жизни старых животных разных видов, что позволяет рассматривать примененные воздействия как геропротекторные, а полученный результат как распространенный биологический феномен. Идея настоящей работы состояла в том, чтобы применить последовательно несколько воздействий с разными механизмами геропротекторного эффекта в разные возрастные периоды. Работа основывалась главным образом на результатах наших собственных исследований, а также в нашем видении принципов и подходов к пролонгированию жизни. А именно, что в молодом возрасте эти воздействия должны нарушать гомеостат, чтобы тренировать механизмы его восстановления, а в старом быть ориентированы на поддержание гомеостаза путем замещения утерянных звеньев регуляции. С этой целью мы в опытах на герозофилах применили два препарата. На ранней стадии жизненного цикла, на личиночной, бактериальный липополисахарид, который в малых дозах облагает свойством герметика, а также оказывает длительное иммуноводлилирующее влияние. А у старых лук затират натрия, который, кроме того, что он не является ингибитором ацетоновых ацетилаз, оказывает влияние на дофаминопеченную систему и активирует систему награды. В нами было показано, что потребление бактериального липополисахариды личинками герозофил, а также молодыми мухами увеличивает среднюю продолжительность жизни. Причем это увеличение происходило в основном за счет так называемого периода здоровья, то есть периода, когда в популяции смертность не превышает 90%. Также после потребления липополисахариды личинками у взрослых мух мы отмечали ослабление возрастного дефицита моторики, повышение устойчивости к тепловому стрессу, токсическому действию порогу эфира, увеличение продолжительности жизни, улучшение функционального состояния, повышение адаптационных возможностей истояющих герозофил под влиянием гипополисахариды, свидетельствует о геропротекторном действии этого препарата. В этом исследовании в попытках моста и герозофилов мы получили увеличение максимальной продолжительности жизни при применении бутеранда натрия. И, наконец, последнее исследование, в котором мы содержали личинок производительность при езде с липополисахаридом, а после окончания периода здоровья добавили цвету бутеранда натрия. Потребление липополисахарида привело к повышению выживаемости и увеличению периода здоровья и макрость, что можно трактовать как эффект изменения молодости. А потребление бутеранда натрия стареющими мухами привело к увеличению максимальной продолжительности жизни в среде действий о замедлении процесса старения. Основные действия рипополисахариды и герозофилы привело к достоверному увеличению средней и максимальной продолжительности жизни, которая фактически ее сумма эффектов каждого из препаратов. В целом полученные результаты свидетельствуются на ДАТО о принципиальной возможности увеличивать продолжительность жизни при последовательном применении с учетом возраста различных препаратов для протекторного свойства. Дело за поиском новых оптимальных комбинаций. Следующий это по влиянию генной терапии.